Рад приветствовать! Меня зовут Александр, и на этот раз перед вами ролик, в котором мы с вами рассмотрим вопрос «Как можно размаркировать многожильный кабель без применения мультиметра или прозвонки?» Обычно, когда новичок впервые вскрывает кабель, в котором больше чем три жилы, он возмущается «Что за фигня? Почему цветных концов-то всего два или четыре, а остальные белые? Что мне теперь с мультиметром от одного конца до другого бегать, что ли, чтобы на все концы маркировку вывесить?» Но на самом деле, никакой мультиметр тут не нужен. Потому как обычные кабели, и здесь я особо подчеркну слово «обычные», то есть не какие-то там брендовые или супердорогие, а самые обыкновенные рядовые кабели, изготавливаются таким образом, что жилы в них всегда идут четким порядком. Они перемешиваются по дороге, как провод от наушников в кармане. Да ё-моё! Потому, зная эту простую истину, достаточно просто грамотно начать вывешивать маркировку, и все у вас без всякой прозвонки получится. Я называю этот метод «расключать по радуге». Для примера возьмём кабель о 19 жилах. Пусть в нём нам нужно будет размаркировать все 19 жил. В первую очередь пишем два одинаковых ряда маркировки. Для чего надкусываем вот таким образом кембрик, чтобы у нас получилось два его куска по 19 сегментов. Далее внимательно пишем на них маркировку. Главное, чтобы оба ряда получились одинаковыми. После чего берём кабель и начинаем разделывать. Осторожно вскрыв первые сантиметра в 10, обматываем концы примерно вот так изолентой, чтобы не нарушить их порядок, и разделываем дальше, сколько нам надо. В следующей операции начинаем осторожно отгибать концы наружу. Сначала внешний круг, а потом внутренний. Что мы видим в итоге? И во внешнем круге, и во внутреннем у нас имеется по два цветных конца. Красный, синий, красный, синий. Так вот, коллеги, будьте на 100% уверены, что если вы начнёте вывешивать маркировку вот так, то есть красный, синий, белый, 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 то если вы сделаете то же самое на другом конце кабеля, то есть начнёте так же, красный, синий, белый, 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 красный, синий, белый, 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 белый. Маркировка у вас на обеих сторонах совпадёт, даже не сомневайтесь. Главное всегда начинать в одном и том же порядке И здесь я предлагаю вам освежить в памяти такую словесную конструкцию Каждый охотник желает знать, где сидит фазан Я думаю, что всем вам прекрасно известно Что по первым буквам этих слов Можно совершенно точно вспомнить, как располагаются цвета в радуге Ну, конечно, еще кое-где, но об этом пока что не будем Так вот, если из всех цветных концов перед нами в кабеле предстают, например, желтый и зеленый То, помня о радуге, начинать нужно от желтого к зеленому Ну и так далее по аналогии В подтверждение того, что метод работает, поведаю Мы в нашей службе КИП ежегодно занимаемся проброской, заменой каких-то кабелей И средний метраж получается, ну, наверное, метров 300 в год То есть мы постоянно имеем дело с кабелями И вот, за 20 лет работы был лишь один единственный раз Когда нам прислали бухту некачественного кабеля В котором жилы перемешивались И его приходилось именно прозванивать Ну, определить такой кабель несложно Если вы возьмете его И вот таким образом помнете И почувствуете, что жилы внутри перемещаются под оболочкой То кабель некачественный Но чаще всего ничего такого сделать не удастся Так что все будет нормально Не выбрасывайте на этом мультиметры Они вам еще пригодятся Ну, а на этом пока что все Благодарю за просмотр Субтитры делал DimaTorzok